Для того, чтобы понять, в чем ссылки превосходят указатели, давайте обсудим различия между ссылками и указателем. Первое такое различие заключается в том, что ссылка не может быть неинициализирована. Если мы определяем где-то переменную типа указатель, то мы вполне можем не указывать ее значение, и указатель окажется неинициализированным. Потом, если мы пытаемся обратиться к переменной по этому указателю, произойдет какая-то ошибка, ошибка времени выполнения. Для ссылок, в принципе, не существует ситуации, при которой ссылка оказывается неинициализированной. То есть всегда при создании переменной типа ссылка нужно указывать инициализирующее значение. Второе различие заключается в том, что у ссылки нет нулевого значения. Если для указателя есть специальное значение, которое говорит нам, что указатель никуда не указывает, то для ссылки такого синтексиса нету, если написать ссылка равняется нулю, то просто произойдет ошибка. То есть, если ваша функция принимает ссылку, вам не надо проверять, что эта ссылка указывает куда-то, как в случае с указателем. Третье различие заключается в том, что ссылку нельзя переинициализировать. То есть ссылка реализует идею синонима. У вас есть переменная, и вы создаете синоним для этой переменной. И после этого этот синоним нельзя уже перенаправить на другую переменную. Давайте рассмотрим следующий пример. У нас есть две переменные A и B. И если мы создали указатель P, который указывает на переменную A, то есть который хранит адрес переменной A, то в дальнейшем мы вполне можем переприсвоить переменную P и сделать так, чтобы она указывала на переменную B. Ссылки такой не пройдет. Если вы однажды создали ссылку и проинициализировали ее переменной A, то это значит, что ссылка L будет соответствовать переменной A. То дальнейшая попытка присваивания ссылке L нового значения просто будет эквивалентна присваиванию той переменной, на которую ссылка указывает. Если здесь напишем L равняется B, то это будет не переинициализация ссылки L, а это будет присваивание переменной A значения переменной B. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...